Передисловие к книге СОР В замысле творения Был Эйнсов в мазуху То есть в бесконечном Ибо о единстве его невозможно Ни звука был матить Ни слова произнести А дело в том, в том, что действительно Как только задумал он Затворить не шамот То есть души Стал замысел его Силой вызывающей практическую реализацию Всего, что он задумал Ибо он не нуждается В инструментах действия В инструментах действия, как мы И непосредственные замысла Произошли и возникли все души И все миры Которые только будут созданы Наполненные всею благодатью Удовольствием и мигой Которую он предназначил для них Включая их конечное Абсолютно совершенное состояние Которое души И превратилось в свою противоположность Чтобы стать чистым артруизмом Совершенно идентичным Магазином Магазином И происходит так потому Что он не подвластен для меня И прошлое, будущее и настоящее Используется им как единое целое И будущее служит ему Как, как настоящее Как настоящее И неприсущие ему Временные ограничения И поэтому было Желание получить военцов Паруху То есть бесконечном Вовсе не испорченным Отделенным от Творца А наоборот В состоянии этого самого качественного Сходства с ним Которое раскроется Вы Мартикун В конце исправления Появившегося немедленно Поскольку он не подвластен времени И об этой тани говорили наши Наши мудрецы Да будет память о них Благословенно Был пироги Дераты Элизер Элизер Плава третья Перед тем Перед тем Как был Как был создан мир Был Были Он И имя его Едины И в аде Отделение От Творца Присуще Желанию Желанию Получать Не Раскрывалось Вовсе Когда Души Появились И находились В замысле Творения А были Они слиты С ним Ввиду Качественного Сходства Что Существует Смыслу Слов Он И имя Его Едины Что Соответствует Смыслу Слов В учении Аде Сетив Сирот К Ветви Первой Дерево Жи Едины